Сегодня второй урок по элемент. И мы коснемся теории. К сожалению, без этого не обойтись. Те, кто не любит теорию, переходите к следующему уроку. Там про безопасность. Отвечу на вопрос из первого урока. Чем Телеграм отличается от электронной почты? Тем, что электронная почта, условно говоря, это открытый протокол. Вы можете писать письма любому человеку, независимо от того, где у него почта. На Gmail, на Protonmail или на Яндекс. И также независимо от того, какой у него стоит клиент. Браузерный, Outlook или TheBud. А Телеграм — это приложение, закрытое. Вы не можете писать человеку в Телеграм из WhatsApp или, не дай бог, Teams и наоборот. Разработчики мессенджеров бьются за аудиторию, затягивают их к себе. А разработчики Матрикс говорят — давайте создавать федерацию. Вот вам протокол. Неважно, каким вы пользуетесь клиентом, неважно, каким вы пользуетесь сервером, вы всегда сможете переписываться со всеми, кто использует этот протокол. Давайте скажем два слова о серверах, поскольку что такое клиент, примерно понятно. Вот список клиентов, то есть оболочек, которые работают с Матрикс. Элемент лишь одна из них. Подписчик под ником Kintech написал мне под первым уроком — я использую ShieldChat. Ну да, окей. Это не помешает нам переписываться. Вы выбираете любой мессенджер, который вам нравится. Ну, любую оболочку. Если его нет сейчас — его придумают потом. Не могут придумать — придумайте свой. Главное, что протокол никуда не денется. И аккаунт ваш никуда не денется. Аккаунт ваш хранится на сервере. А вот с этим чуть сложнее. Вот тут при регистрации мы выбирали сервер, на котором будем регистрироваться. Это ваша прописка. Там хранится ваша переписка и данные вашего аккаунта. Принцип федеративного устройства предполагает, что вы можете быть жителем любого сервера, на котором установлен Матрикс. Ну, нода или инстанс. Вы можете переписываться с жителями любых серверов. Вот список всех серверов Матрикс. Ссылку оставлю в описании. Есть с открытой регистрации есть с закрытой. Более того, вы можете поднять собственный сервер, например, внутри компании и устанавливать там собственные правила. В том числе правила безопасности. Или правила на объем прикрепляемых файлов. Это опять же из комментариев. Вот, кстати, тоже полезная ссылка. Тут можно проверить работоспособность серверов. Только без Матрикс. Ну, он, собственно, об этом и пишет. Но насколько я понимаю, тут нет такой легкой миграции, как, скажем, в Мастодон. Который, кстати, сейчас попер в связи с Маском и Твиттером. И, надо сказать, заслуженно. Поправьте меня в комментариях, но, по-моему, тут нельзя так легко переезжать с сервера на сервер, оставляя за собой имя и все данные. Поэтому к выбору сервера надо подходить ответственно. Я бы сказал, что Матрикс Орг, ну то есть сервер, который запустили разработчики и который, кстати, они поддерживают бесплатно на донаты и гранты, пока идеальное решение, если вы не уверены в каком-то другом сервере на 100%. Уж простите за время, потраченное на теорию, но без этого обойтись нельзя. Вы должны понимать, почему вам стоит забыть про Телеграм и переходить на Элемент. Ну, точнее, на Матрикс. Ну, а мы переходим к безопасности, о которой подробнее будем говорить в следующем уроке. С безопасностью может быть связана одна небольшая проблема – потери всей вашей переписки. Небольшая проблема, понятное дело, в кавычках. Периодически после установки у вас будет появляться вот такое окно. Это не резервная копия чатов, а резервные копии ключей шифрования. Сообщения в Элемент хранятся на сервере, но зашифрованы они end-to-end, то есть ключей у сервера нет. При выходе из аккаунта вы рискуете потерять всю переписку, если не сохраните копии ключей. Если такая плашка не появляется, сделать резервные копии ключей можно здесь. Вот. Настроить безопасное резервное копирование. Опять же обращаясь к комментариям под первым уроком, подписчик с ником StopPutin, хороший ник, написал в числе проблем, потерю данных. Пользователь должен хранить 2-3 пароля для доступа к своему аккаунту и зашифрованной истории. Если он этого не знает, а это не очевидно, то он потеряет всю свою историю. Конец цитаты. Ну вот, StopPutin писал именно про это. Мне кажется, что плашку, которая постоянно напоминает про необходимость резервного копирования, нельзя назвать неочевидной. Я бы сказал, что наоборот, она очень навязчива, но действительно отнеситесь к паролю и теме следующего урока достаточно серьезно. Субтитры создавал DimaTorzok